Уважаемые коллеги, прошлые два видео были посвящены проблеме эволюции опухоли и ее изменениям под влиянием лечения. Основной вывод, который был сделан, о том, что нужно отходить от тех стандартов лечения, которые были сформулированы в 50-60-е годы. Но как нам изменить ситуацию, как сделать злокачественные опухоли излечимыми? Наиболее перспективным, на мой взгляд, является использование иммунотерапии. Иммунотерапия не действует непосредственно на само опухоли, она действует опосредованно, она действует на клетки иммунной системы. И вот уже те результаты, которые получены на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что принципиально опухоль может быть излечена с помощью иммунотерапевтического воздействия. Это касается меланомы. Уже есть отдаленные результаты применения методов иммунотерапевтических у больных с диссиминированной меланомой 6-летней и около 49% больных живы, что для меланомы, так сказать, уже свидетельствует о возможности излечения. Несколько хуже показатели для диссиминированного немелкоклеточного рака легкого, но тоже они значимы. То есть этот метод работает, работает, к сожалению, не у всех, но тем не менее, такая возможность есть. И его совершенствование, комбинация с новыми препаратами, поиск мишеней, поиск каких-то предиктивных маркеров, она позволит, по-видимому, повысить эффективность лечения. Что предлагается еще? Как ни странно, мы сказали, что максимально толерабельные дозы – это плохо для большинства больных. Предлагается повысить дозы, интенсифицировать лечение, проводить высокодозную терапию. И, как оказалось, она действительно работает в участии больных с солидными опухолями, прежде всего, опухоли молочной железы. Проведен анализ применения высокодозной терапии с адюантной целью и с лечебной целью, которая проводилась в 80-е и 90-е годы. И 20-летний опыт показал, что около 20% больных в клиниках Израиля живы без признаков прогрессирования через 20 лет. Это сопоставимо с цифрой пациентов, которые имеют ВРК-мутацию около 20% еврейской популяции. Это цифра, и, вероятно, вот эта категория больных нужно интенсифицировать лечение и лечить так, как мы лечим лейкозы с интенсификацией дозы. Предлагается также персонифицированный подход, то есть делается молекулярно-генетический анализ, находятся потенциальные драйверные мутации, мы воздействуем не эмпирически, а на эти мутации. Допустим, в больных раком легкого можно найти мутацию, характерную для меланомы, и лечить. Но, как мы говорили, тагетная терапия не решает полностью проблемы, и из лечения рано или поздно опухоль становится резистентной и находит обходные пути и прогрессирует. Кроме того, предлагается цитровать дозы, проводить так называемое интермитирующее лечение, когда периоды лечения сменяются периодами так называемых каникул, и такой подход имеет серьезное предклиническое обоснование, и есть некоторые клинические данные, которые свидетельствуют возможность его применения. Однако в данном случае речь идет тоже об увеличении продолжительности жизни, но не отнюдь не об излечении. Предлагается также так называемая адаптивная терапия, которая заключается в том, что, как говорят сторонники этого метода, что лечение должно быть таким же гибким, как и сама опухоль. Ну, в общем, так сказать, это легко сказать, трудно себе представить, но тем не менее предлагается, если есть какие-то маркеры, допустим, у больных раком предстательной железы, проводить лечение, основываясь на, так сказать, динамикой этих маркеров, то есть возобновлять лечение только тогда, когда растет маркер. Ну, вот такой подход, он интересен, но из-за того, что маркеров нет у большинства опухолей, мы не можем, так сказать, широко его использовать. И последнее, что, так сказать, предлагается по использованию цитостатиков, это метрономная терапия. Метрономная терапия, она активно изучается, ее очень любят пациенты, потому что она не токсична, очень любят доктора, потому что не имеют проблем с больными, но она имеет очень сложный механизм действия, это не только цитотоксический, но антиангиогенный и иммунотерапевтический. Она действительно позволяет участию больных увеличивать продолжительность жизни, однако также, как и все перечисленные выше, не решает полностью проблемы из лечения. Наиболее перспективным остается иммунотерапия и воздействие на микроокружение, не на метаболизм опухолей, но об этих методах мы будем говорить в следующем видео. Спасибо.